Сегодня национальный день донорам в центре крови на беговой в день регистрирует примерно 200 человек. О том, почему для них это стало необходимостью и что нужно знать начинающему донору в репортаже Игоря Геймко. Несмотря на рабочий день, в этом центре крови на беговой заняты почти все места. Москвичи и гости столицы отдают, пожалуй, самое дорогое – свою кровь. Павел Зеленков работает спасателем и сдаёт кровь примерно раз в квартал. Делает это уже три года. Начал вообще сдавать кровь для поддержания здоровья, просто очиститься и всё. А сейчас как бы уже сдаю, что человеку какому-то она нужна будет, а я ещё себе наработаю. Сегодня буду нормально себя чувствовать, то есть я через два часа уже всё, сейчас покушаю и всё будет в порядке. Как говорят опытные доноры, чем чаще и дольше сдавать кровь, тем легче и привычнее этот процесс для организма. У меня сегодня 37-я донация, просто в 2017 году пришёл к тому, что могу чем-то быть полезен и решил заняться донорством. Сам процесс донации, то есть сдачи, бывает разным. Если это просто кровь, то хватит и 10 минут, а если плазма, потребуется уже 40. В этой руке у меня тромбоциты, заготовленные в специальном растворе. Вот аппаратура, на которой мы заготавливаем тромбоциты. Это уже готовый продукт. Когда он пройдёт все проверки, завтра он уже поступит в лечебную сеть и спасёт чью-то жизнь. Но просто прийти и сдать кровь, когда будет душевный порыв, не получится. Врачи напоминают, что минимум за двое суток до процедуры нужно соблюдать специальную диету. Не употреблять алкоголь, не из жирных, жареных и масляных продуктов. Даже салат с оливковым маслом накануне или простая яичница могут дать жирность плазмы. А это недопустимо. Простуда и даже банальный насморк тоже причина для противопоказаний к донации. Донором может быть только, в общем, фактически здоровый человек. И здесь два принципиальных вопроса. Это безопасность здоровья донора и безопасность здоровья пациента. Средний возраст столичных доноров от 20 до 40 лет, но активнее всего, идёт сдавать кровь молодёжь до 30. Всего в этот центр крови на беговой в день приходит более 200 человек. В среднем за операцию человек теряет от 500 миллилитров крови до 2 литров. И первое, что нужно делать в таких экстренных ситуациях, это восстанавливать её объём. Делается это за счёт плазмы. Только в этом центре крови, в 16 холодильниках, при минус 30 градусах, её содержится несколько десятков тонн. Кровь – уникальная система организма, которая переносит кислород, питание и микроэлементы. Из неё делают множество лекарственных препаратов, поэтому лишней крови в таком мегаполисе, как Москва, никогда не бывает. Игорь Геенко, Егор Воробьёв, Артём Антонов, Олег Добин, Вести.